О том, что это лето на Алтае станет комариным адом, специалисты начали предрекать еще месяц назад. К сожалению, опасный прогноз получает все больше подтверждений. Температура, влажность и скорость ветра этой весной благопрепятствуют появлению в крае комариных полчищ. И первые комары и мошки уже пошли в атаку, отмечают барнаульцы. Есть мелкая мошка, черная такая мелкая, кусает и большие боли. Если на ноге, то нога твердая становится, поднюкнуться. Они тогда кусаются, я не могу спать. Мелкие, гадкие москиты. Пик роста численности кровососущих, говорят энтомологи, придется на август. Особенно много комаров будет в тех районах, которым вплотную подступала вода. Жители пострадавшего от паводка Оренбурга, к примеру, уже сегодня жалуются на то, что их почти жрут заживо. А специалисты спорят, насколько опасны кровососы. С таким же вопросом мы обратились к местным экспертам. У нас всего три рода. Среди них особо опасных, то нет такого, чтобы выделить. То есть они, в принципе, все одинаково опасны, потому что они кровососущие. Единственный вопрос, что есть более приспособленные виды, есть более неприспособленные. Следовательно, сильно опасаться малярии не стоит. А вот вирусных заболеваний, это лихорадка, это энцефалит, это да. Опасность существует, и надо себя как-то защищать. Гуру по комарам профессор Комарова к потенциально опасным относит не всех комаров, а вампиров рода Айдес, жало которых может принести лихорадку Денге, чикунгуни, вирус Зика и желтую лихорадку. Первоначально это насекомое можно было встретить только в Африке, но сейчас уже и в Сибири. Они самые мелкие и считается, что на них никто не обращает внимания. Прививают на генетическом уровне различные виды заболеваний именно на комаров рода Айдес, которые могут переносить генетически модифицированные вирусы. Конечно, далеко не все заболеют, подчеркивает энтомолог, но риск есть для каждого. При укусах комаров обыкновенных, привычных нам пескунов, последствия не столь серьезны и все же неприятны. Сейчас очень много комаров, которые оставляют аллергическую реакцию. Наверное, новый вид насекомых появился, что ужасные шишки, впоследствии долго очень проходят. Заманали они, но вечером это вообще невыносимо. Вообще травить надо. В советское время, говорят специалисты, обработку от комаров вели повсеместно. Сейчас же опрыскивают локально. А потому энтомологи призывают людей защищаться от крылатых вампиров самим. И речь идет не только о репеллентах. Эксперты советуют опрыскивать себя разведенным кондитерским ванилином, носить одежду из хлопка с длинным рукавом и обходить стороной густые заросли. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.